Добрый день, меня зовут Роман Юрьевич Болдырев, я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Тема нашей сегодняшней лекции – Архангельский Север в 1725-1762 годах. Период 1725-1762 годов в российской истории обычно именуют периодом дворцовых переворотов. И мы выясним с вами, как отразился период дворцовых переворотов на истории нашего региона. В ходе моего выступления мы узнаем о том, каким последствиям привели Петровские реформы для развития Архангельского Севера, как развивалась экономика нашего края с 1725 по 1762 годы, как развивались кораблестроения и мореплавания на Севере, и, наконец, как Архангельский Север в первой половине XVIII века стал использоваться в качестве места политической ссылки. Но прежде чем говорить о, собственно говоря, периоде дворцовых переворотов, не лишним будет остановиться на том, каковы были последствия экономические, политические, социальные бурного периода Петровских реформ для нашего края. После достижения перелома в Северной войне, желая повысить значение вновь основанного Санкт-Петербурга, Петр I принимает меры, направленные на ограничение торговли через Архангельск. Дело в том, что вновь основанная на бригах Невы столица российского государства Санкт-Петербург становился как город с очень и очень большим скрипом. Город, который приходилось строить прямо на болотах, отвоевывая сушу клочок за клочком у непролазной болотной жижи. Город, в котором Невский проспект был намечен еще буквально колышками и веревками. Город, в котором по ночам заходили волки и другие дикие звери из соседних лесов. Когда Петр I в 1712 году впервые привез членов своей семьи в Санкт-Петербург, для того, чтобы показать им свой парадиз на бригах Невы, членам царской семьи даже негде было остановиться вновь основанной столице. Дело в том, что царская резиденция, царский дворец еще даже не был построен. Поэтому всем членам семьи царя пришлось подселяться в чьи-то усадьбы городские, в чьи-то дома, которые уже были построены. И понятно, что с точки зрения иностранного купечества такой город не был еще конкурентом для Архангельска. Добровольно ехать в Санкт-Петербург, тем более, когда Балтийское море еще продолжало оставаться ареной боевых действий для российского и шведского флотов, было не только рискованно, а было просто безумно. Требовались государственные указы, требовались государственные ограничения для того, чтобы искусственно приподнять Санкт-Петербург, сделать его конкурентно способным по отношению к Архангельску. И уже в конце 1713 года, когда закончилась навигация на Северной Двине и Белом море, Петром Первым был принят первый указ, по которому важнейшие экспортные товары, которые раньше вывозились из России, становятся запрещенными к вывозу через Архангельск. Отныне доставлять их было можно только из Санкт-Петербурга. Так какие же товары были самыми важными в российской внешней торговле в начале 18 века? Нефть, природный газ, металлы и металлопрокат? Нет. Важнейшими товарами, которые экспортировались из России в тот период времени, были юфть, пенька и икра. Юфть – это особым образом выделанная телячья или оленья кожа. Русская юфть считалась лучшей в мире, потому что только в России кожу пропитывали березовым дегтем. Благодаря этому она обладала водоотталкивающими свойствами, она обладала антисептическими свойствами и годилась для изготовления лучшей в мире обуви. Поэтому это был важнейший экспортный товар, который вывозился из России в громадных количествах. Пенька необходима была как сырье для производства канатов. В эпоху парусного флота для оборудования токелажа и рангоута хотя бы одного парусного судна требовалось порой до 400 километров канатов. Поэтому пенька была вторым важнейшим экспортным сырьем. Ну и, наконец, икра. Речь, конечно же, идет не о северной красной икре, семге, а о черной икре. Рыбьи и яйца были самым популярным продуктом русского происхождения в Европе, начиная с 17 века. Еще в 16 веке первые заморские дипломаты, приезжавшие к московскому двору и пробовавшие там этот деликатес, кривились и говорили, что она им не понравилась. В следующем, в 17 столетии, черная икра надежно вошла в рацион западноевропейцев. Дело в том, что в католических странах было до 200 постных дней в году, когда вкушать мясо и рыбу категорически запрещалось. Но этот запрет не распространялся на рыбью икру. Ведь что такое икра? Ни рыба, ни мясо. Неопределенное блюдо, не подпадающее ни под какие церковные запреты, но при этом в малом количестве обладающее огромным запасом белка. Кроме того, икра была просоленной, соответственно, являлась товаром длительного хранения, который не нуждался ни в каких холодильниках, которых в Европе в те годы еще просто не существовало. Поэтому красная икра на севере России шла в корм простонародью, а вот черная икра, каспийская, волжская, она отправлялась на экспорт. Но теперь только через Санкт-Петербургский порт. В связи с тем, что торговые корабли, шедшие в русские порты по Балтийскому морю, по-прежнему перехватывались шведами в месте входа из Северного моря в Балтийское море. Это датские проливы, Большой и Малый Бельт, да и в последующем атаковывались шведскими фрегатами. Петру пришлось, начиная с 1718 года, сделать некоторые послабления, разрешая треть экспортных товаров по-прежнему направлять в Архангельск. Но в общем и целом, по графику мы с вами видим, что количество судов, приходящих в Архангельский порт, неуклонно сокращается. Если в 1715 году было 230 кораблей, в следующем, 16-м, уже 208, затем 146, 116 и, наконец, к 1721 году количество кораблей падает более чем в два раза, 110 кораблей приходит в Архангельскую гавань. После подписания нештатского мира военно-политическая обстановка на Балтике в корне изменилась. Россия, говоря словами Пушкина, ногою твердой стала при Балтийском море. У нас появились там собственные порты. Это Санкт-Петербург, Рига, Пернов, нынешние Перну, Ревель, через которые можно было кратчайшим путем достигать Западной Европы. Большая часть из этих портов были незамерзающими портами. Соответственно, торговая навигация могла продолжаться едва ли не круглогодично. Понятно, что Архангельск, в котором море свободно ото льда только с мая месяца и по сентябрь месяц, в этом отношении становился неконкурентно способным. И плечо доставки из Западной Европы в Архангельск было значительно длиннее. И всего за один год суда успевали совершать только один рейс до Архангельска и обратно. В Санкт-Петербурге, в Риге за один год можно было сделать в десятки раз больше рейсов, чем в Архангельский порт. С 1721 года принимаются новые ограничения, связанные с торговлей через Архангельск. В Архангельск разрешили доставлять только те российские товары, которые были произведены в районах, непосредственно прилегающих к Северной Двине. А понятно, что мощности перерабатывающей промышленности на Архангельском Севере развито в те годы практически не было. С 1722 года разрешался импорт в Архангельск товаров только в количестве необходимым для удовлетворения местных нужд. После подписания этих указов количество судов, приходивших в Архангельск, резко сократилось. Мы видим, если в 21 году в Архангельск пришло еще 110 кораблей, то в 1725 году пришло уже только 19 судов. Товарооборот Архангельского порта с 1710 по 1725 год сократился в 27 раз. Соответственно, сократились и таможенные отчисления. Те таможенные пошлины, которые уплачивали иностранные российские суда при экспортных и импортных операциях, снизились доходы государственного бюджета и регионального бюджета. Но не только торговые ограничения отрицательно сказались на нашем регионе. В связи с Северной войной проводились частые рекрутские наборы. Кроме отправки новобранцев в армию, проводились принудительные мобилизации населения на строительство Санкт-Петербурга, строительство Кронштадта, строительство новых заводов и судоверфий вблизи побережья Балтийского моря. Только за период с 1700 по 1719 год в российскую армию было призвано не менее 20 тысяч северян. В 1712-1715 годах на Балтийский флот ушло более трех с половиной тысяч матросов. Над возведением Новодвинской крепости с 1701 по 1705 год трудились жители всех северных городов и уездов. Все это приводило к разорению крестьянских хозяйств, которые лишались зачастую единственного кормильца. Данные налоговых проверок той эпохи неумолимо свидетельствует о том, что если семья отправляла главу семьи в качестве рекрута новобранца в армию, то эта семья практически гарантированно разорялась в течение одного года. Неудивительно, что в приказах Петровской эпохи предписывалось мобилизованных в армию или мобилизованных на строительные объекты отправлять к месту назначения под конвоем. Боялись, что жители просто разбегутся обратно по своим деревням, по своим селам, городам, не желая отправляться на строительные работы. В общем и целом, к концу Петровских преобразований на севере было брошено 28,5% крестьянских дворов. В чем были причины запустения крестьянских хозяйств? В 49% случаев главной причиной становилась смерть главы семьи. А мы с вами прекрасно понимаем, что в Петровскую эпоху в армии был пожизненный срок военной службы. Поэтому, когда человека рекрута отправляли на военную службу, по нему зачастую справляли панихиду сразу как по умершему, потому что обратно домой он уже гарантированно не вернется. Обнищание становилось причиной запустения 35% хозяйств. Мобилизация на строительные работали в армию в 13% случаев. И только в 3% причиной заброшенности крестьянских хозяйств становился переход в другое сословие российского общества. Посмотрим с вами исторический документ, сохранившийся в Государственном архиве Архангельской области. Это именной указ царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору Лодыжинскому, датированный 9 октября 1714 года. Господин вице-губернатор послан от нас капитан-поручик Румянцев для набора в матросы в Архангельском городе, а также в Сумском остроге, на Мизене и в других местах, где есть лучшие работники, которые ходят в море на рыбные и звериные промыслы, на кочах, морянках и прочих судах, которых надобно 500 человек, и чтобы они были не стары и не увечны, а именно чтобы не были возрастом свыше 30 лет, а то число людей впредь вели им вам заменить с другими губерниями в рекрутский набор. И для этого набора дайте ему Румянцеву в помощь офицеров и солдат по усмотрению, сколько и кого он будет требовать. И как он Румянцев тех наберет, тогда отправьте его с теми матросами сюда, удовольствовав их в дорогу провиантом, а также по усмотрению и деньгами, чтобы они в пути были без нужды. Также для укладки провианта и их рухляди дайте им от города до города хотя бы по одной лошади на 10 человек. То есть мы видим из этого указа, что требовалось не только предоставить рекрутов для прохождения военной службы, но этих рекрутов губерния должна была еще и снабдить всем необходимым и продовольствием, и фуражом, и даже предоставить им транспортные средства для перевозки. Война и проведение реформ требовали и серьезных вложений дополнительных средств. Нужда в деньгах заставляла царя расширить систему откупных платежей и ввести в стране новые налоги. В 1719-1724 годах северное крестьянство, ранее преимущественно черносошное, было переведено в разряд государственных крестьян. Налоги на них при этом выросли в 3-4 раза. И для того, чтобы не допустить уклонения от уплаты нового единого налога, подушной подати, в 1724 году был введен плакатный паспорт. Это специальный документ, который разрешал отлучку от места постоянного жительства в другой уезд на строго указанный срок. На нашем слайде вы видите образец такого плакатного паспорта. Понятно, что с нынешним паспортом российским его роднит разве что наличие подписей и печатей тех лиц, которые выдавали этот документ. Ни фотографии, ни отпечатков пальцев, ни чипа. Никакого на этом документе не было. Потому что задача документа заключалась совершенно в другом. Не всеобщая паспортизация населения, подавляющее большинство жителей страны никаких паспортов не имели в принципе. Плакатный паспорт, если выражаться современным языком, это введение принудительной прописки по месту постоянного проживания. В пределах собственного уезда ты мог продвигаться неограниченное количество раз, но если ты хотел выехать за пределы своего населенного пункта, за пределы своего города или за пределы уезда, необходимо было явиться в воеводскую канцелярию, объяснить причины отлучки, зачем именно ты собираешься покинуть свое место постоянного жительства, сказать, когда и где ты собираешься уплачивать подушную подать, потому что ее нужно было выплачивать один раз в год, и чаще всего плакатный паспорт, то есть разрешение на выезд за пределы уезда, выдавался как раз на срок не более одного года, чтобы человек гарантированно вернулся к месту постоянного проживания к моменту, когда необходимо будет эту подать, уплачивать. Если же купец, например, или посадский человек собирался покинуть свою территорию проживания на больший срок, паспорт могли выдать сроком до трех лет, но в таком случае в паспорте делала специальная пометка, что налог по месту жительства не уплачен, и это означает, что в том населенном пункте, куда он приедет, он должен будет предъявить этот паспорт, и там, по месту временного пребывания, он должен будет все равно заплатить подушную подать. И мы видим на этой диаграмме данные по миграции северного населения в годы Петровских преобразований. Территорию края в этот период времени покинуло 19,5% крестьян. Из них 56% выбыли за пределы своего уезда. Куда в основном уезжали крестьяне? Крестьяне уезжали в еще не освоенные районы Сибири, перемещались в более хлебные центральные районы России, где выжить было гораздо легче, чем на севере. Перешли на новые земли в своем собственном уезде. 12% из этих мигрантов, 3% ушли в половники, то есть нанялись из расчета части урожая к другим землевладельцам. Чаще всего за аренду земельного участка нужно было заплатить половину урожая. Отсюда и название «половник». 11% стали профессиональными нищими и 18% были мобилизованы на различные строительные работы или в армию. Необходимость взимания возросших налогов являлась неусыпным, так сказать, предметом наблюдений со стороны государя. Из указа царя Петра I Архангела Городскому вице-губернатору Лодыжинскому о сборе налогов с губернии 24 марта 1719 года. Поскольку доносили нам президенты камер и штатсконтор коллегии, что по многим посланным из тех коллегий указам, надлежащих к сочинению этих коллегий ведомостей, а именно об окладных и неокладных приходах и расходах, ничего по настоящее время не прислали. Из-за этого у них в настоящих делах случилась остановка. Того ради из Архангела Городской губернии прислать книги окладных и неокладных приходов и расходов с 1716 по нынешний год со всеми обстоятельствами, как требуется из этих коллегий, отсчитывая от того времени, как сей наш посланный к вам приедет шесть недель или по последней мере через два месяца. А за прочие годы, а именно с 1710 года, как губернии определились, то ведомость прислать в марте 1720 года. А которые будут готовы быстрее, те и присылать, как будут готовы быстрее. А если этого первого в назначенный срок не исполните, то имеет сей посланный указ всех вас, как вице-губернатора и прочих подчиненных, которые имеют к этому отношение, сковать за ноги и на шею положить цепь и держать в приказе до тех пор, пока вышеписанное не исполнится. Петр. То есть мы видим, что требовались не только списки окладных, то есть облагаемых налогами поступлений, но и неокладные приходы, то есть списки тех товаров, тех доходов, которые в прежние годы никакими налогами не облагались. Для чего это делалось? Была придумана новая профессия. Прибыльщик. Это человек, который придумывал новые налоги и сборы. На чем еще государство может заработать деньги, необходимые для ведения боевых действий в условиях Северной войны? И вы видите, какие суровые меры были предусмотрены для вице-губернатора, если он не представит необходимую документацию в указанный срок. Его нужно сажать на цепь и держать скованным по рукам и ногам в приказе до тех пор, пока необходимые документы не будут отправлены в камеры штатсконтор коллегии, которые как раз и ведали приходом доходов и расходами государственного бюджета. На Соломбальской верфи к 1701 году было построено значительное количество кораблей. Шесть флейтов, а в 1702 году были спущены на воду еще и два малых фрегата. Они составили основу Беломорской военной флотилии, которая должна была защищать Северные воды от потенциального нападения со стороны шведского флота. В связи с созданием Балтийского флота с 1702 по 1715 годы в Архангельской Адмиралтействе были построены 10 боевых кораблей, из них 3 32-пушечных фрегата и 7 52-х или 54-пушечных линейных кораблей. И Петр положил новую традицию. И раз эти линейные корабли были построены в Архангельске, то каждому из них давали имя какого-то из архангелов, чтимых русской православной церковью. Архангел Гавриил, Архангел Варахаил, Архангел Уриил. И вот 4 из построенных на севере Архангела приняли участие в Эзельском морском сражении 24 марта 1719 года, которое закончилось победой российского флота, захватившего в плен один линейный корабль, один фрегат и одну бригантину шведов. Понятно, что укомплектованные экипажи этих кораблей были также преимущественно уроженцами нашего края. А затем вокруг скандинавского полуострова эти корабли были перегнаны на Балтику и пошли на пополнение Балтийского флота. К 1715 году Балтийский флот был в целом укомплектован и кораблями, и экипажами, поэтому строительство военных кораблей в Архангельске было прекращено. Но для того, чтобы не остановить деятельность отраслей промышленности, связанных с судостроением, а именно лесное хозяйство, лесопильные заводы, канатные фабрики, парусиновые фабрики, выращивание лена на территории губернии и так далее, Петр приказал развивать на севере гражданское судостроение. Так, в 1714 году им был издан указ, запрещавший строить лодьи и кочи, а все ранее построенные суда следовало заменить новоманерными судами, то есть сделанными по европейским, преимущественно голландским образцам, всего за 2-3 года. И Петр в своем указе установил жесткие санкции. Те, кто этого указа ослушаются, им грозила полная конфискация судна и выплата крупного денежного штрафа. Причем штраф был рассчитан таким образом, чтобы он в два раза превышал стоимость строительства нового корабля. Приход этого указа на север вызвал серьезное сопротивление со стороны местных жителей. Они не только не собирались строить суда по голландским образцам, но и писали Петру в ответ свои письма челобитные, в которых излагали свои доводы, резоны, почему такие корабли не стоит строить для мореплавания и судоходства в Белом и Баренцево морях. Но вместо того, чтобы прислушаться к местным жителям, Петр издавал все новые и новые указы о строжайших запретах, угрожая ослушников ссылать на каторгу, а их суда в щепу изрубить. Но несмотря ни на какие угрозы, которые следовали от царской власти, северяне предпочитали по-прежнему строить суда традиционного типа. Почему? На нашем слайде мы видим с вами макет голландского флейта и традиционного поморского коча. Мы видим, что эти суда совершенно разные по своим размерам и по своему водоизмещению. Для постройки новоманерных судов не хватало ни кадров, ни материалов, потому что понятно, что досок и других расходных материалов для строительства нового корабля требуются в разы больше, чем для кораблей старого типа. Стоили новые суда значительно дороже, а у местных предпринимателей не хватало оборотных средств для того, чтобы инвестировать их в строительство новых судов. Кроме того, эти корабли имели гораздо большую осадку, а поэтому требовали для своего обслуживания специальной причальной стенки, требовали глубоководных портов, и их было абсолютно невозможно использовать в местах традиционных рыбных и морских промыслов, потому что там выпромышленного зверя и добытую рыбу корабль подходил прямо к необорудованному побережью, на котором была вырыта большая яма, и вот туда складывали продукт промысла. Понятно, что никаких ни башенных, ни портальных кранов, ни просто какой-то серьезной оборудованной причальной линии в этих местах на Кольском полуострове, на Терском берегу просто не было. И заводить там ради таких судов все это оборудование просто никто не хотел. Экипаж такого судна был гораздо больше, чем экипаж традиционной лодьи или коча. Оборудование, так сказать, подготовленных членов экипажа, которые могли бы работать с многомачтовыми судами, имеющим большое количество парусов, на севере не хватало. Ну и, наконец, Петровские указы об ограничении торговли через Архангельск, мы уже говорили с вами об этой целой серии указов с 1713 по 1721 год, сделали просто бессмысленными крупные перевозки грузов на севере. А что было перевозить на таких огромных судах, если заграничная торговля через Архангельский порт была практически запрещена. В результате, несмотря ни на какие угрозы стороны Петра, судостроение новоманерных судов развивалось с очень и очень большим скрипом. К 1729 году было построено только 46 таких судов, а за тот же самый период времени, с 1714 по 1729 год, традиционных кочей и лодий было построено более 100. Так каково же было влияние Петра I на развитие Архангельского севера? Мы можем выделить с вами как отрицательные, так и положительные черты влияния Петра на развитие региона. Архангельск утратил роль главного внешнеторгового порта России, уступив эту роль Санкт-Петербургу. Запрет на торговлю через Архангельск привел к упадку Северодвинского водного пути, который раньше для нашей страны был основным. В результате в упадок приходят и все расположенные вдоль течения, Суханы и Северной Двины, города. В годы войны в 3-4 раза выросли налоги на население Севера. Значительная часть населения была мобилизована в армию и на строительные работы, что вело к его обнищанию. 19,5% крестьян покинули свои наделы и мигрировали в поисках лучшей жизни на новые земли. 28,5% крестьянских дворов были заброшены. Но были, конечно, и позитивные изменения. Архангельск стал колыбелью русского военного и торгового флота. Развитие кораблестроения и смежных с ним отраслей, производство льна, парусины, пеньки, канатов, древесины, железа, смолы дало очень мощный импульс и для развития сельского хозяйства, и для развития лесного хозяйства, и для развития перерабатывающих отраслей промышленности. Построенная по указу Петра Новодвинская крепость практически на 200 лет надежно защитила Архангельск от вражеских нападений, что давало возможность спокойно развивать в дальнейшем экономику нашего края. И на карте России впервые появилась Архангелогородская губерния, в которой были созданы новые органы регионального и местного управления. И вот в 1725 году Петра не стало. Пришедшие к власти Екатерина I и сопровождавшие и помогавшие ей в правлении вельможи Верховного Тайного Совета стали задумываться над коррекцией Петровского курса. Стало понятно, что страна, жившая в режиме мобилизационной экономики практически весь период Северной войны, больше не может выдерживать такую нагрузку. Ограничение торговли через Архангельск отрицательно сказывалось на развитии экономики не только Севера, но и всей России. Дело в том, что транспортировка грузов из Москвы в Архангельск, при том, что расстояние было в 1300 примерно километров, обходилось в два раза дешевле, чем транспортировка груза до Санкт-Петербурга, а это 680 километров. Почему? Потому что большую часть пути до Архангельска товары шли водным путем, а водные перевозки значительно дешевле были в те годы сухопутных. И после смерти Петра в Верховном Тайном Совете началось обсуждение программы вывода страны из экономического кризиса. И в рамках борьбы с кризисом решался одновременно и вопрос об отмене ограничений, наложенных на Архангельск. Обсуждение вопроса шло очень трудно. Члены Верховного Тайного Совета опасались, что если отменить все абсолютные ограничения, то Санкт-Петербург вскоре вновь опустеет, а главным центром торговли с Европой снова станет Архангельск. Поэтому только в 1727 году Екатерина I вновь разрешила внешнюю торговлю через Архангельск. Но не просто так, а с уплатой дополнительной пошлины. Таможенные пошлины через Архангельск были на 25% выше, чем на торговлю через Санкт-Петербург. В 1731 году были уравнены пошлины на импортные товары, ввозимые через Санкт-Петербург и через Архангельск. Однако на экспортные товары, вывозимые через Север, повышенные пошлины по-прежнему сохранились. Ларчик просто открывалась. Большая часть торговли, которая шла через Архангельск, была торговля в Европу. Это был российский экспорт. Импорт товаров в разы отставал от экспорта. В 1735 году эти пошлины отменили для торговавших через Архангельск купцов из других северных городов. И даже отмена внутренних пошлин, проведенная в Российской империи в 1753-1754 годах, не привела к полному равноправию Архангельска. Здесь купцы по-прежнему должны были платить дополнительную пошлину на вывоз товара в размере 2-3%. Проводимая политика по расширению торговли через Архангельск в целом все-таки благотворно сказывалась на развитии Севера. С 1725 по 1763 год товарооборот нашего порта вырос в 6,17 раза. Мы видим на диаграмме, как увеличивается среднегодовой товарооборот Архангельского порта. При этом экспорт товара вырос в 5,71 раза, а импорт в 7,78 раз. Рост объемов внешней торговли при этом протекал очень неравномерно. Максимальный рост был достигнут в 1725-1727 годах, когда товарооборот вырос сразу в 3,4 раза. И второй рост приходится на самый конец периода, 1761-1762 годы, когда товарооборот вырос еще в 1,4 раза. Оба раза это было связано с отменой ограничений на торговлю через Архангельск. Сначала с частичной отменой, а затем в 61-62 годах с полной отменой. В период с 1743 по 1748 и с 1754 по 1756 годы товарооборот, напротив, заметно сокращался. Однако вызвано это было не какими-то внешнеполитическими событиями, а введением монополии на экспорт важнейшего для Севера сырья. Таким новым важнейшим экспортным товаром становится Ворвань. Посмотрим на исторический документ. Это сенатский указ об отдаче у города Архангельска и в Коле сальных промыслов в содержание графа Шувалову сроком на 20 лет, датированный 1748 году. «Указали мы имеющиеся у города Архангельска и в Коле сальные промыслы, которые прежде были в компанию, а потом баронам Шафирову и Шомбергу, а ныне состоят в казенном содержании, для лучших тех промыслов произведения и приращения нашего интереса отдать нашему генерал-лейтенанту, действительному коммергеру и лейб-гвардии подпорудчику графу Петрушу Валову и жене его и наследникам впредь на 20 лет с употребленным на изготовление сала и моржовой кожи и прочего в нынешнем 1748 году из казны нашей капиталом до 6000 рублей. Чем мы его из высочайшей нашей милости за его службу пожаловали? А что сверх этой суммы употреблено, и то излишне в казну нашу ему возвратить в будущем году. И те промыслы содержать ему на таких условиях, как прежде были отданы купцу Евреинову с платежом по указу 1721 года февраля 27 дня одних только настоящих пошлин, поскольку при тех промыслах содержались китоловные промыслы, которые немалый убыток казне причинили. И для того эти промыслы от вышеупомянутых архангелогородских и кольских исключаются. Разве он граф Шувалов сам пожелает их производить и то ему позволить, однако не требуя из казны денег? О чем свидетельствует этот документ? Что такое сальные промыслы? Сальные промыслы – это промысел морского зверя, моржей, тюленей, белух в Баренцевом и Белом морях с целью последующего вытапливания из их подкожного жира ворвани, шедшей на экспорт. Ворвань была очень важным товаром, необходимым в тот период времени и для производства мыла, и для производства свечей, и для работы судостроительной промышленности, потому что стапель перед спуском судна на воду необходимо было смазать жиром морских животных для того, чтобы деревянный корабль съехал в водную гладь, как на салазках. Ну и остававшаяся кожа морских животных также была очень важным сырьем для производства ремней, упряжи, сумок, обивки сундуков и дорожных восков. То есть это было очень важным источником дохода. В чем заключалась суть получаемой графом Петром Ивановичем Шуваловым привилегии? Компания Шувалова получала 6 тысяч рублей из казны на развитие производства, а также на 20 лет монопольное право на заготовление сала морских животных, производство и экспорт за рубеж в ворвании и продажи на территорию остальной России кожаных изделий. А кто же такой Петр Иванович Шувалов? Какие посты он занимал в государстве? И насколько это служебное положение хорошо сочеталось с занятием бизнесом? Какие риски при этом неминуемо возникали? Петр Иванович Шувалов – это легендарная личность времен правления Елизаветы Петровны. Он стал сенатором в 1744 году, графом в 1746, генерал-фельдмаршалом в 1761. С 1731 года он входил в ближайшее окружение тогда еще просто – царевны Елизаветы Петровны. Был одним из деятельных участников дворцового переворота 1741 года, который привел Елизавету Петровну к власти. И за это он получил огромные милости от восшедшей на престол императрицы. В 1748 году он получил монополию на сальные промыслы у Архангельской иколы, затем на китоловные промыслы у острова Шпицберген, затем на рыболовные промыслы на Белом и Каспийском морях. Его компания нанесла очень серьезный урон и рыболовству, и морским промыслам в нашем крае. Потому что монополисты снизили закупочные цены на ворвань в 2,5 раза. И организация этих промыслов местным жителям стала абсолютно убыточной. Объемы закупок сырья при этом сократились в 2,8 раза. То есть местные жители просто отказывались выходить на промысел, отказывались продавать сотрудникам компании Петра Ивановича Шувалова выловленную рыбу и добытого морского зверя. Главными торговыми партнерами Архангельского порта в этот период времени были Нидерланды. 48% кораблей, приходивших в Архангельскую гавань, были нидерландскими. Немецкие портовые города государства Гамбург, Бремен, Любек. На них приходилось 22% внешней торговли. И Великобритания 15%. При этом Архангельский порт оставался экспортно-ориентированным портом. Экспорт грузов превышал импорт в 2,2 раза. Но при этом виды вывозимых за рубеж товаров постепенно изменялись. Сравним между собой в виде таблицы данные Архангельской таможни за 1726, 1741 и 1762 год. Вот. Посмотрим год 1726. Что мы видим с вами? Главными предметами экспорта, на которые в сумме приходилось более 70% всей внешней торговли через наш порт, являлось сырье. Это гавежье сало, юфть и ворвань. В 1741 году эти товары остаются в линейке экспортируемых грузов, но их значение постепенно сокращается. Доля говяжьего сала сократилась незначительно, а вот вывоз юфти с 27% сократился до чуть более чем 2%. Зато появляется пенька 2,55% и новый важный экспортный товар льняное семя. На него приходится почти 16% всего экспорта. Льняное семя было необходимо для производства красок, для производства олифы, для того, чтобы обрабатывать в первую очередь древесину и наделять ее водоотталкивающими свойствами. Кроме того, на первое место в 1741 году вышли вывоз за рубеж хлеба. Почти 44% всего экспорта связано с экспортом хлеба. Дело в том, что через Архангельский порт на экспорт отправился хлеб, который выращивали в регионе Волги и Вятки. По Вычигде, по Северной Двине хлеб доставлялся в Архангельский порт и там переваливался на морские суда и отправлялся дальше в Западную Европу. К 1762 году изменения стали просто революционными. Мы видим, что доля традиционных грузов резко сокращается, особенно заметно упал экспорт льняного семени. Зато мы видим, что вместо этого увеличивается экспорт говяжьего сала и появляется целая линейка новых товаров. Рогожи, льняные ткани, сальные свечи, железо. А это означает, что здесь на Севере появились перерабатывающие отрасли промышленности. Потому что это уже продукт первичной переработки сырья, который стоит гораздо дороже. Основными же предметами импорта в этот период времени являлись шерстяные и шелковые ткани, металлы, вино, химические товары и сахар. Приобретает новое дыхание и развитие кораблестроения и мореплавания на Севере. К началу 1730-х годов Россия столкнулась с серьезным дефицитом корабельного леса в окрестностях Санкт-Петербурга. Мы не говорили с вами об этом ранее, но на строительство одного корабля класса «Фрегат» уходило до 5000 деревьев. На строительство одного линейного корабля уходило до 9000 деревьев. Массированная политика Петра I по обзаведению России флотом обернулась очень серьезным уроном для экологии нашего государства. Фактически все пригодные для кораблестроения леса в окрестностях Санкт-Петербурга были вырублены. А вот Архангельская тайга тогда еще обладала огромными запасами пригодных для судостроения пород деревьев, а именно сосны и лиственницы. И в январе 1733 года была возобновлена деятельность адмиралтейства в городе Архангельске. Архангельский порт снова стал портом военным, и в связи с этим была введена новая должность главного командира Архангельского порта, которому подчинялся не только порт, но также и все адмиралтейские верфи и все службы порта. И вот первым эту должность занял Шаутбенахт, в современной табеле о рангах, так сказать, это чин, равносильный контр-адмиралу, Петр Петрович Бредль. И Архангельское адмиралтейство начало свою строительную программу очень интенсивно. В период с 1733 по 1740 годы в Архангельске было построено 8 линейных кораблей и 5 фрегатов. Но строили их не для нужд Северного флота. Его еще в те годы просто не существовало. Эти корабли строили для нужд Балтийского флота. Для сравнения, на Санкт-Петербургских верфях и на верфях в окрестностях Санкт-Петербурга за эти же годы было построено всего 7 линейных кораблей и ни одного фрегата. Почему строительство кораблей на Балтийском море не остановилось полностью? У Архангельского порта был один существенный недостаток. На выходе из Северной Двины в Белое море расположен так называемый Березовый бар. Это очень большая отмель. Глубины в этих местах не позволяют проходить крупнотоннажным кораблям, в том числе и боевым кораблям. Поэтому строить в Архангельске корабли, имевшие на борту от 70 пушек до 100 пушек, было абсолютно невозможно. Даже если такой корабль будет построен на Саламбальской судоверфи, вывести в открытое море его окажется просто невозможно. Поэтому было введено разделение труда. Балтийские верфи строили отныне как раз крупнотоннажные линейные корабли, которые могли нести от 72 орудий до 100 орудий. А все остальные корабли для Балтийского флота строились в Архангельске. Еще более интенсивно строительство кораблей на Севере развернулось в годы правления Елизаветы Петровны. В Архангельске было построено 27 линейных кораблей и 8 фрегатов. Для сравнения, на Балтийском море за этот же период времени было построено только 13 боевых кораблей. И опять же, строительство кораблей, развитие судостроения стимулировало развитие и смежных отраслей производства. В южных районах нынешней Архангельской области активно распространяется посадка льна, переработка этого льна на парусину. Из привозной пеньки, собственная пенька была не очень высокого качества, из привозной пеньки на канатных заводах начинают вить канаты уже не только для экспорта, а в первую очередь для нужд собственного военно-морского флота. Развиваются железоделательные производства, кузнечные производства, потому что для корабля необходимы были якоря, для корабля необходимо было огромное количество гвоздей, скоб и прочего материала. Все это стимулировало развитие экономики нашего края. В 1749 году стараниями все того же неутомимого Петра Ивановича Шувалова были полностью отменены все запреты на частное судостроение на севере. Владелец сальной монополии доказал таки, наконец, придворным и самой императрице Елизавете Петровне, что традиционные судья, лодьи и кочи гораздо лучше приспособлены для мореплавания в северных водах, лучше приспособлены для морских промыслов и добычи рыбы. Но при этом все-таки происходила тенденция взаимного влияния обеих форм судостроения. И традиционной поморской, и западноевропейской. Они начинают сближаться между собою. Ну, традиционные северные лоди и кочи стали строить постепенно испиленного голландскими пилами, на основанных при помощи голландских инженеров лесопильных мельницах, а не рубленного топором леса. Их стали оснащать парусами европейского типа, не только прямыми, но и треугольными парусами. Ну, а суда, которые строили по западноевропейским лекалам, шили борта Вицей, точно так же, как до этого шили Вицей традиционные поморские суда. Но все же северное судостроение в XVIII веке вытесняло судостроение западноевропейского типа. С середины 1770-х годов на севере вновь стали строиться только традиционные суда, но подчеркиваю, для гражданского судостроения. В трудных и опасных плаваниях с северными моряками, мореплавателями, поморами был накоплен очень богатый опыт. Он передавался из поколения в поколение сначала в изустной форме, а в XVIII веке появляется и новая письменная традиция. Он фиксировался в так называемой книге мореходной. Это был уникальный труд, рукописная лоция северных морей и побережья Северного Ледовитого океана. Там было описано все побережье и особые приметы, по которым мореплаватели могли бы ориентироваться во время плавания. В запасниках наших архангельских музеев сохранилось более 30 подобных мореходных книг, которые в XIX веке стали называть поморскими лоциями. Ну и вспомним, с чего бы с вами начали. Период 1725-1762 года – это период дворцовых переворотов, когда постоянно происходили борьбы, борьба между разными придворными группировками. Один дворцовый переворот сменял другой дворцовый переворот. И Север стал активно использоваться в качестве места политической ссылки, куда отправляли и верховные светские, и церковные власти, неугодных и опасных для себя конкурентов, идеологических противников для расправы. Города и монастыри Архангельского Севера в период дворцовых переворотов стали использовать как место ссылки. Среди наиболее известных узников Соловецкого монастыря мы назовем генерал-фельдмаршала князя Петра Андреевича Толстого, члена Верховного тайного совета Василия Лукича Долгорукова. В Николокорельском монастыре находился в заточении и первый вице-президент Синода, архиепископ Феодосий. Посмотрим на один из исторических документов. Указ из учрежденного суда архангелогородскому губернатору Измайлову о ссылке в Соловецкий монастырь Петра и Ивана Толстых. 6 мая по указу блаженной и вечно достойной памяти ее императорского величества за подписью собственной ее величества руки посланы в ссылку в Соловецкий монастырь с капитаном-лейтенантом гвардии Преображенского полку Лавровым Петр да Иван Толстые. И вам, генерал-майору и губернатору тех Толстых, как к вам городу Архангельскому привезены будут, об отсылке их в Соловецкий монастырь и в содержании, и в довольстве, пищи и прочего производить в соответствии с прежней посланным к вам тем офицерам указа во всем непременно. А вам, генерал-майору и губернатору, никаких других указов о них, Толстых, кроме данного учрежденного суда и без подписи присутствующих членов того суда отнюдь ниоткуда не слушать. И генерал-майору и губернатору господину Измайлову все сделать по данному его императорского величества указу. У подлинного указа подписи Что мы можем узнать с вами из этого документа? Какое именно событие произошло в Санкт-Петербурге 6 мая 1727 года. В этот день решался вопрос о наследовании престола в случае смерти Екатерины I. Так вот, на заседании Петр Андреевич Толстой выступил за передачу трона напрямую дочери Петра I, царевне Елизавете Петровне, а не его внуку, малолетнему царевичу Петру. Дело в том, что царевич Петр был сыном опального царевича Петра Алексеевича, которого судили, в том числе и приговорили к смертной казни, в том числе и сам Петр Андреевич Толстой. Он опасался, что царевич вырастет и отомстит убийцам собственного отца. Обратите внимание, в тексте документа неоднократно упоминается некий учрежденный суд. Обратите внимание на огромное количество подписей. Под ним стоят подписи всех членов суда. Почему губернатор был обязан сообщать об узниках и повиноваться только приказам, подписанными членами этого суда? Дело в том, что учрежденный суд лишил Толстого всех чинов, титулов, наград и имущества и приговорил его к смертной казни, которую Екатерина I потом милостиво заменила ссылкой. Александр Данилович Менщиков, который стоял за спиной у Екатерины, связал всех членов суда своеобразной круговой порукой, заставив всех их подписать приговор Толстому. Он очень боялся, что после смерти императрицы кто-то может отменить ссылку, поэтому запретил губернатору слушать кого-либо, кроме членов этого суда. Почему престарелый Петр Андреевич Толстой так и не был освобожден даже после ареста его зелейшего врага Александра Даниловича Менщикова, который последовал в сентябре 1727 года? Дело в том, что Толстой пострадал за то, что добивался передачи престола Елизавете Петровне, а потому был по-прежнему опасен и для взошедшего на престол после смерти Екатерины Петра II и стоявших за его спиной клана князей Долгоруких. Именно поэтому его не освободили от ссылки, а оставили пожизненно отбывать свое наказание в Соловецком монастыре. Перед смертью императрица Анна Иоанновна объявила своим наследником младенца Иоанна VI Антоновича. При этом регеншей, при малолетнем младенце, она поставила свою племянницу Анну Леопольдовну и ее мужа, принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Собирательно всех членов этой семьи называли в России брауншвейгской фамилией. Но в ночь на 25 ноября 1741 года в Санкт-Петербурге случился новый дворцовый переворот. Дочь Петра Великого Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского полка и обратилась к речи с солдатом. 300 гвардейцев последовали за ней в императорский дворец и арестовали всех членов правившей брауншвейгской фамилии. Младенец Иоанн Антонович, его родители, а также остальные их дети были отправлены в ссылку сначала на территорию Лифляндии, а затем в 1744 году в Холмогоры. Анна Леопольдовна умерла здесь же, в Холмогорах, в 1746 году, но похоронена была в столице, в Александроневской лавре. В январе 1756 года Иоанн Антонович был перевезен в Шлиссельбургскую крепость, где содержался как секретный узник до 1764 года. При попытке восстания в крепости с целью его освобождения прикрепленные к нему конвоиры убили секретного узника. Остальная же брауншвейгская семья по-прежнему жила под арестом в Холмогорах вплоть до 1780 года, когда императрица Екатерина II сжалилась и отпустила их всех в Западную Европу. Процитируем еще один любопытный документ. Именной указ Елизаветы Петровны об условиях содержания в ссылке в Холмогорах членов брауншвейгской фамилии, подписанной в 1745 году. Хотя указом нашим прошлого 1744 года, декабря пятого дня, повелено вам с известными персонами жить на Холмогорах до весны, но поскольку по обстоятельствам тамошнего края, что от Соловецкого монастыря коммуникация через семь месяцев пресекается, отчего невозможно получать рапортов через такое длительное время, того ради повелеваем вам тех персон содержать до указу на Холмогорах, в том доме, где обретаетесь, только соборную церковь, в которую тамошние обыватели всегда ходят, огородить кругом крепким, плотным и высоким забором, отступя от церкви во все стороны сожень по пяти и более, как того места даст, чтобы тамошние обыватели на архиерейский двор, а где команда расположена, ничего видеть не могли, чего ради к той соборной церкви сделать вход только с одной восточной стороны, прорубя в деревянной ограде одни небольшие ворота, а прежние ворота с северной стороны оставить для входа и выхода из ограды только людям вашей команды, а тамошним жителям в те северные ворота не ходить. Вам сюда приехать позволяется, а известных персон и команду имейте поручить майору Гурьеву с полным наставлением на основании данных от нас указов. При отъезде же сюда у принцессы спросить об алмазных вещах, кому от нее розданы, поскольку многих не имеется, и что объявит, то записать по прибытии сюда нам донести. Подпись Елизавет. И приписка. А если она запираться станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажите, что я принуждена буду Жулию разыскивать, то ежели ей ее жаль, то чтобы она ее до такого мучения не допустила. Почему был отменен приказ Елизаветы о переводе брауншвейгского семейства в Соловецкий монастырь? Дело в том, что брауншвейги прибыли к нам на север поздней осенью, когда плавание судов по Северной Двине и в Белом море было уже невозможно, а толщина льда на Белом море не позволяла доставлять их в Соловецкий монастырь на лошадях. В каких условиях должны были содержаться члены данной семьи в Холмогорах? Узников следовало содержать на архиерейском дворе в Холмогорах в условиях строгой изоляции от местного населения. Для этого была учреждена круглосуточная охрана, дом был обнесен высоким забором, отдельный вход был создан в собор. Елизавета Петровна, видимо, опасалась, что жители Холмогор могут проявить кузникам симпатию и организовать их побег. Ну и, наконец, самая интересная приписка. О каких таких алмазных вещах идет речь в этом документе? Дело в том, что после дворцового переворота 1741 года в Зимнем дворце обнаружили пропажу части ювелирных украшений. Елизавета Петровна обвинила в этом, разумеется, не гвардейцев, которые помогали ей осуществлять дворцовый переворот, а свергнутую Анну Леопольдовну, которая могла захватить с собой часть бриллиантов в ссылку, для того, чтобы либо оставить их себе, либо подарить своей придворной фаворитке Юлии Менгден. Именно об этой жулии и говорится в приписке. Та изначально содержалась вместе со свергнутой брауншвейгской фамилией в Холмогорах, но потом была выслана в Ранненбург на территории Лифляндии. Итак, из сегодняшней лекции мы узнали с вами, как именно отразился период дворцовых переворотов на истории нашего региона. Мы увидели, что Северная война и указы Петра привели к сокращению торговли на Севере. Архангельск утратил роль главного порта России и стал постепенно приходить в упадок. Возросло налоговое бремя. Обнищание и миграция затронули от 20 до 30% крестьянского населения. В результате смягчения, а затем и полной отмены петровских ограничений, товарооборот вырос в 6,2 раза, но экспорт при этом в 2,2 раза превышал импорт и по-прежнему оставался сырьевым. В 1733 году было возрождено Архангельское Адмиралтейство. К 1762 году на нем было построено в общей сложности 35 линейных кораблей и 13 фрегатов. Это 70% всего российского военного флота, построенного в тот период времени. Ну и, наконец, в годы дворцовых переворотов на Север сослали многих видных политических деятелей той эпохи, а также семью свергнутого императора Иоанна VI Антоновича. Спасибо большое за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok